Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня в выпуске. Птичий рынок переезжает. На радости детворе. В Джигинге кипит ремонт спортивной школы. Интересы жителей курорта на первом месте. С юмором по жизни. Анапский клуб веселых и находчивых отметил 15-летний юбилей. Восточный рынок – место, которое привлекает нелегальных предпринимателей. Центр незаконной торговли здесь – улица Парковая. Нелегальные торговцы буквально оккупируют территорию рядом со входом в рынок. Место прилавков, коробки, раскладные столики и даже багажники автомобилей. За время ежедневных проверок на тротуарных торговцев сотрудниками управления муниципального контроля составлено не по одному протоколу. Главная сложность заключается в том, что документы у нелегалов чаще всего отсутствуют. А примечая служебную машину, предприниматели всегда готовы быстро ориентироваться. Продавцам стихийного птичьего рынка в это воскресенье разъяснили правила организации торговли животными. Уважаемые продавцы, завтра в 15 часов рынок северный, там будет администрация, там будут представители рынка, вам определяют, где вам торговать место, расскажут вам. После того, как будет определено специальное место для продажи животных, нелегальных продавцов на этом участке будут ждать протокол из-за нарушения правил торговли. Главный аргумент стихийных торговцев – отсутствие мест на рынке, но, как отмечают в Управлении сельского хозяйства, это простые отговорки и нежелание платить за торговое место. За прошедшую неделю для рассмотрения на административной комиссии на нелегальных продавцов составлено порядка 10 протоколов. И в продолжение темы с новосельем. Сегодня замглавы курорта Александр Колесников встретился с продавцами стихийного птичьего рынка. На встрече обсуждались вопросы переноса торговли с улицы Парковой на северную ярмарку. Подробнее в сюжете. Птичий или хитрый, как его зовут в народе рынок, на улице Парковой существует уже несколько лет. Отсутствие ветеринарной станции, водопровода, канализация и постоянные заторы – вот далеко не все проблемы, которые давно назревали на этом месте. Изменить ситуацию решили в администрации, выделив заводчикам собак, кошек и других торговцев женностью новое место на северном рынке. Было принято решение предоставить людям альтернативу, потому что всем остальным видам товаров, которые у нас несанкционированно торгуются, у нас есть ярмарки, есть рынки. В общем, есть где организовать торговлю. Они организованы, просто нужно привести все в соответствии к закону, взять место и торговать в соответствии с законодательством. А для владельцев животных таких условий создано не было. Встреча прошла в дружественной обстановке. Стороны обсудили интересующие их вопросы, а также выбрали место, где по замыслу авторов проекта будут располагаться торговые ряды с животными. Такой подход принимается? Принимается. Принимается. Это нормально. Это нормально. Мы давно считали. Алла Бергин занимается торговлей уже 10 лет. Идея с переездом рынка ей нравится. Главное, считает она, чтобы слова не расходились с делом. Очень нравится. Тут будет. Ну, более-менее. Если только народ к нам пойдет. Администрация рынка заверяет, что вопрос переезда решится буквально в течение одной-двух недель. Новое место позволит расширить торговлю, обеспечит необходимую ветеринарную поддержку, а также расчистит улицу Парковую от чрезмерного скопления автомобилей и людей. В Джигенке ремонтируют здание филиала спортшколы «Олимп». Один миллион рублей выделен из муниципального бюджета. Детвора и родители с нетерпением ждут окончания ремонта. Заместителя главы города Александра Колесникова, курирующего сельские территории, интересует, соблюдается ли график ремонтных работ. Директор «Олимпа» Василий Баев заверяет, к 12 декабря спортзал будет готов. Никого за бортом не оставили, все занимаются? Нет, дети занимаются в основном в школе сейчас, в 19-й, на площадке и в школе, в спортзале. За бортом не оставили, дети ждут, не дождутся, когда откроется спортзал. Капитального ремонта этот зал не видел больше 50 лет. Глава Анапы Сергей Сергеев поручил выполнить наказ жителей Джигинки профинансировать ремонт «Олимпа». Палы и стены, окна – все сделают под ключ. У нас еще и большие планы есть, и прилегающую территорию превратить в зону спорта. То есть, сделать спортивные площадки рядом со спортзалом. Эта спортивная площадка объединяет более 200 детей Джигинки. Юные спортсмены занимаются игровыми видами спорта, боксом, а их родители по вечерам ходят в тренажерный зал. «Олимп» и до ремонта не пустовал. Спортшкола работала с 8 утра и до 10 вечера, а после обновления здесь ждут новый приток приверженцев здорового образа жизни. Об отношении к работе и мнимой бесконтрольности говорили сегодня на общегородском планерном совещании. Мэр Анапы Сергей Сергеев напомнил присутствующим, принимать решения представители власти могут и должны только исходя из интересов жителей курорта. Разговор на планерке стал продолжением вчерашнего приема главы по личным вопросам. Ликбез о том, что отписки будут долго аукаться недоверием людей к власти. Из кабинетов муниципальных служащих как минимум не видно, как правильно организовать движение в переулке Безымянном. Суть вопроса в том, что до сегодняшнего дня никто туда не выехал. Мы объективно не рассмотрели вопрос. Выезжать на место необходимо и в случае предоставления земельных участков под различные цели. Там, где очередному магазину не место, ему не бывает. Кто придумал в субсихе на месте рядом со сгоревшим ДК сформировать земельный участок, опубликовать сообщение о его предоставлении с видом разрешенного использования в магазине. Вот у кого в мозгу эта идея возникла? Служебную проверку по требованию Сергеева проведут и по другому земельному факту. Зеленые зоны в Анапе на вес золота. Орг-выводы могут быть непопулярной, но вынужденной мерой. На Пионерском проспекте надо сформировать участок 702 квадратных метра в районе Джиметэ. Вот малые гостиницы. Я вам докладываю, в этот участок, я вчера сам проверил, входит 26 сосен и 18 тополей. Я требую, требую. Я сегодня определю, кто будет проводить служебную проверку по вот этим двум фактам. И эти люди пойдут след за вашим сотрудником. Я гарантирую. Жесткий фильтр будут проходить все земельные документы. Всего около 200 объектов размещения в Анапе прошли процедуру классификации. И это лишь капля в море. Большая часть гостиниц и отелей остаются без присвоенных классов. Игнорировать требования законодательства невыгодно. К началу курортного сезона предприниматели могут остаться без работы. Село Витязево – особая курортная зона с мягким климатом, белыми песчаными пляжами, уникальными национальными традициями. С каждым годом отдыхающих здесь все больше. Однако владельцы средств размещений не спешат получать звезды, а значит работать цивилизованно. В рамках рабочей встречи заместитель главы курорта Людмила Терещенко еще раз обратила внимание предпринимателей на последствия. Уже с 1 июля 2016 года все, кто имеет средства размещения, не смогут предоставлять этот вид услуг, если не будет произведена классификация ваших объектов. Потом у вас будут проблемы, понимаете. У вас будут, мало того, что штрафы будут накладываться большие, к тому же будет предприятие закрываться на 90 суток, это точно. Если у вас какие-то нарушения будут не устранены, возможно, на более длительный срок. И все это придется на курортный сезон, когда в разгаре у вас будет ваша деятельность, когда вы будете ждать отдыхающих, у вас будут неприятности. Требования законодательства действуют равно для всех, будь то большая гостиница или несколько сданных в наем номеров. Начальник управления по санаторно-курортному комплексу курорта Дмитрий Ерохин сравнил работу без классификации с автомобилем без номеров и обратил внимание предпринимателей на выгоду от получения звезд. Мы от этого никуда не денемся, мы ничего не сможем придумать, никто ни с кем не договорится. Вы видите, какая ситуация в мире. Турпотоки перенаправлены с таких направлений, как Египет, Тунис, Турция. В Турции, в Египте нет средств размещения без звезд. Они приезжают и знают, мы платим за три звезды, мы понимаем, что мы имеем. У нас в этом году будет большой шанс проклассифицироваться раз и дать уровень сервиса, тот, который мы себе назвали. Классификация позволит улучшить качество услуг, повысить уровень комфортности и безопасности туристов. Администрация курорта, в свою очередь, строит напорный коллектор и новый водовод. Однако и сами предприниматели не должны оставаться в стороне. Например, привести в порядок бульвар Паралия и в целом бережно относиться к сельскому округу и друг к другу. На курорте 6 тысяч недобросовестных налогоплательщиков заставят погасить свои долги перед государством. Специалисты службы судебных приставов, налоговой инспекции и администрации Анапы каждый понедельник будут наведываться к должникам. Первое рейдовое мероприятие прошло вчера. Физическим лицам и юридическим вручены требования о явке к судебному приставу и об оплате задолженности по налогам. Очень много граждан, которые не оплачивают транспортный, земельный и налог на имущество. Будет проведен ряд мероприятий об установлении ограничений на все имущественные права без предупреждения. Мы можем ограничить регистрационные действия на транспортные средства, можем ограничить выезд за пределы Российской Федерации. Всем должникам отказывают в данный момент в кредитах и так далее. И будут списаны денежные средства со всех имеющихся счетов, вне зависимости от того, социальные они или кредитные. Данное рейдовое мероприятие будет проводиться каждый понедельник и утром в 6 часов утра, и вечером после 6 часов до 22.00. Рекомендую оплатить налоги. Анапская молодежная лига КВН отметила 15-летний юбилей. На главной городской сцене вновь собрались и профессионалы, и любители. Долгожданное событие подарило заряд положительных эмоций всем, кто провел вечер в кругу веселых и находчивых. Та же сцена, тот же зрительный зал и все те же КВНчики. Словно и не было 15 лет. С первых минуты до закрытия занавеса зал поддерживал их аплодисментами. Выпускники Анапской лиги в очередной раз доказали – они готовы к новым победам. Сегодня мы надеемся увидеть всех тех, кого, в общем-то, видели 5-7 лет назад в таком собранном, замечательном составе, с новыми шутками, с новой радостью, с новым счастьем и, соответственно, я думаю, что с новыми победами. Состав жюри по-прежнему не изменен. Дмитрий Туль, Александр Ребец, Дмитрий Ходорев – первооткрыватели Анапской лиги. Они знают, как удивлять зрителей. Три команды сразились в юмористическом поединке. КВНчики не изменяли своим добрым традициям и выступления начали с песни. Молодая команда третье место – настоящий прорыв. Несмотря на несуразное название, ребята сразу расположили к себе зрителей и жюри. Шутки на грани юмористических правил. Но в рамках дозволенного. Здравствуйте, Стэн, родимая! Три года тебя не видел! Да, я ж тебя расцелую! Это походу жвачка, нашел от контракт. После того, как все команды показали свои домашние заготовки, пришло время для конкурса Стэм. Опытные КВНчики знают толк в юморе. Устроили на сцене настоящую русскую свадьбу. Давайте я на правах дружка выпью рюмочку водочки и зададим. Вы что, больные, что ли? Что тут пить? Казах, снимай сапог! Возможность посмеяться над проблемами и собой. Дружба, улыбки. Вот ради чего собрались команды. Не ради призовых мест. КВН в Анапе был, есть и будет. 15 лет – это только начало. 24 ноября в американском городе Хьюстон весовой категории до 69 килограмм. Анапский тяжелоатлет Олег Чен завоевал серебряную награду. Судейской коллегией оценивалось два упражнения – рывок и толчок. В суммарном результате Олег Чен поднял в общей сложности 344 килограмма, уступив спортсмену из Китая, который в этой же весовой категории взял 348 килограммов. На третьем месте спортсмен из Турции. Его результат – 343 килограмма. А в продолжении выпуска прогноз погоды. В среду 25 ноября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 11-13 градусов. Ночью до 12 градусов тепла. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров притупного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление сезонной одежды. Самое время готовится к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей – эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийская, 281, жилой комплекс «Крымский вал».